Привет, друзья, с вами Ваймс, и в этом видео я расскажу вам, в чем суть игры Void Bastards. Эта игра вышла пару дней назад, и это шутер от первого лица, который при этом немного roguelite, немного immersive sim, и немного комикс в плане визуального стиля. И визуальный стиль в ней достаточно шикарный, но о нем мы поговорим немножко попозже. Сначала давайте разбираться с тем, что здесь собственно происходит и что мы видим на экране. Это местная карта мира или чего-то типа того. В общем, суть в том, что есть тюремный корабль ковчег, который сломан после того, как на него напали пираты или что-то такое, и он немножко застрял в какой-то туманности, в которой также немножко застряло еще огромное количество всяких сломанных кораблей с какими-то мутантами или чем-то подобным, и нужно на них высаживаться, собирать на них лут, и постепенно свой этот ковчег чинить. А это то, что здесь происходит в плане сюжета и в плане как бы того, зачем все это. Но в плане геймплея здесь происходят немножко более интересные вещи, но в данном случае это опять же карта, и мне нужно выбрать куда мне лететь. Я сейчас здесь, на этом самом ковчеге, я начал новый ран после того, как меня убили. И да, здесь есть пермосмерть, и вы начинаете новый ран после того, как вас убивают, но при этом прогрессия постоянная здесь есть. С ней мы сейчас разберемся постепенно, но для начала я все-таки полечу куда-нибудь и буду там что-нибудь делать. Я могу полететь на любой корабль, который соединен с тем местом, где я сейчас нахожусь. Это достаточно логично. Такие карты обычно так работают. Соответственно, у меня сейчас выбор между вот этими вот тремя кораблями. Но на любой корабль, но не левее моего текущего корабля. То есть я всегда перемещаюсь направо. Но при этом я могу перемещаться вверх и вниз, и вверх легче. Тут слой 2, это второй слой туманности, там внизу слой 3 чуть-чуть видно. И чем глубже, тем сложнее все становится. Появляются новые враги, появляются новые препятствия всевозможные, и все такое. Изначально я начинаю в первом слое. После того, как я выполнил одно из сюжетных заданий, условно, я теперь начинаю во втором слое сразу. Но я все равно могу вернуться в первый слой. Почему-то эта прогрессия сделана... Прогрессия прохождения карты, скажем так. Сделана так, что я могу вернуться туда, где легче в первый слой, но я не могу вернуться туда, где такая же сложность, но левее. Это немножко странно, но неважно. Но... Да, у меня сейчас выбор между вот этими тремя кораблями. И я могу посмотреть, что на них есть заранее. Наверху написано, во-первых, класс этого корабля, но это можно и так увидеть, потому что они визуально разные. То есть это два шума фрегата. Точнее, это... Не, да, два шума фрегата. Это что там за лут. Более интересный детонатор. Это детали для создания предметов. То, что на судне это в основном патроны, ресурсы и все такое, что... В общем, базовый лут. Патроны, ресурсы, лечения и подобные вещи. А жёлтым это лут, который именно нужен для создания предметов. И также я могу увидеть, какие там враги и какие там дополнительные модификаторы. Скажем, тут нет миникарты. Тут лежит торпеда. А тут кислород расходуется быстрее. Но в данном случае я, наверное, полечу вот сюда, потому что торпеда, это чуть-чуть интересно. Хотя тут тоже написано, если важный торпед. Охрен его знает. Но также после этого я бы хотел полететь вот туда. Потому что мне просто чуть-чуть интересно, что там происходит. И да, я могу посмотреть, что происходит на более дальних кораблях. Но только в каком-то пределе, потому что карту отзумить или переместить я не могу. То есть мне сейчас видно только то, что мне сейчас видно. И чтобы посмотреть, что правее или ниже или выше, мне нужно полететь куда-то сначала. А единственное, что у меня есть стрелочка, что схема проводов там, и схема проводов, это в данном случае один из нужных мне для продвижения сюжета предметов. То есть для того, чтобы починить ковчег, мне нужно собрать какой-то там, какой-то компьютер. И один из его элементов, это вот эта вот схема проводов, которая где-то там, правее. Правее, чуть ниже. Ну да ладно. Давайте полетим сюда и будем разбираться, что там происходит. А для того, чтобы полететь сюда, мне нужно потратить единичку топлива и единичку еды. Со 3 единицы еды. Это немножко меняется. Изначально, по-моему, единичка того и другого со старта дается, но после определенных апгрейдов я теперь получаю 3 единицы. И также со старта у меня меньше щитпоинтов, и также со старта у меня меньше всяких боеприпасов и все такое. Но это все апгрейдится, и это все часть прогрессии. Но да, чтобы туда прилететь, мне нужна единичка топлива, единичка еды. Также я могу просто не полететь туда и остаться здесь и съесть единичку еды. Это нужно для того, чтобы хилиться. Потому что еда лечит. Лечит она не до фулл хп, и лечит она также, когда я перемещаюсь. Но, соответственно, да, не до фулл хп. Она лечит в данный момент 35 хитпоинтов. У меня сейчас 550 хитпоинтов. То есть если у меня там 100 хп осталось, я могу просто спамить еду и потом только лететь куда-то. Ну да ладно. Это не так уж и важно. Давайте полетим. Карта перемещается немножко. Разные вещи перемещаются, которые тут, дополнительные всякие элементы. Генопут, который дает случайную черту, мусорщик, который несет деталь и все такое. Я вижу еще пару кораблей. И теперь я здесь. И здесь я могу опять же войти на корабль, отдохнуть, или я могу полететь дальше, не заходя на корабль. И это тоже вариант, если я не хочу ничего общего иметь с тем, что тут происходит. Но я хочу иметь что-то общее с тем, что тут происходит, потому что где-то лежит торпеда. И также живодеры и какая-то электроника здесь живодеры. Это боеприпасы, это мины, которые я могу использовать. Но давайте разбираться. Когда я жму войти, мне предлагают выбрать мое снаряжение на эту вылазку. И в данном случае мне доступны 4 вида оружия. Изначально доступен только пистолет, я просто анлокнул эти виды оружия. Но они мне доступны, но патронов к этим двум у меня нет. Я, пожалуй, возьму пистолет. Пистолет, дробовик, это лазер типа снайперки. Он заряжается какое-то время, потом выстреливает одиночным мощным выстрелом. Это автомат. Здесь у меня есть мины, гранаты и шипомет, который стреляет ядовитыми дротиками. Который не очень эффективен пока что. Возьму гранаты. И в устройствах у меня есть шокер, который оглушает цель. И у меня есть котя-бот. Это робо-кошка. Она отвлекает врагов и взрывается при уничтожении. В общем, это тоже интересная штука, но я возьму шокер. Со старта мне дается видимо рандомный запас всего этого, потому что когда я в прошлый раз начинал у меня были живодеры. Сейчас у меня нет живодеров, но у меня тогда не было шипов, но сейчас у меня есть шипы. Ну да ладно. В общем, я могу взять одну пушку, одно дополнительное оружие и одно устройство. И это все, что у меня будет на этой вылазке. То есть во время геймплея, скажем так, я оружие поменять не могу. Я могу его поменять только между спавнами. И нужно выбирать, с чем я туда иду, в зависимости от того, какие там враги. Потому что я сразу вижу, какие там враги. Там мало уборщиков и несколько клерков. Название врагов и их визуал и все с ними связанное тут достаточно интересно. И вообще вселенная наркоманская. Ну ладно. Давайте высаживаться и разбираться, что здесь происходит. И когда я высаживаюсь, мне показывают карту этого корабля. Я появляюсь в одном из шлюзов. Рандомно. В данный момент я появляюсь здесь. Я могу появиться здесь. Тут два шлюза. И карты этого корабля всегда одинаковые для такого типа корабля. То есть процедурной генерации карт здесь нет. В том плане, что это шумофрегат. И каждый шумофрегат будет выглядеть абсолютно так же. В нем могут быть какие-то двери, которые закрыты и недоступны. То есть их нельзя открыть никак. Они закрыты и все. И в нем разные расположения врагов, лута и всего такого. То есть в этом плане какая-то небольшая процедура на генерации есть. Но тем не менее там мостик всегда будет здесь. Жилой отсек всегда будет здесь. В общем все отсеки всегда будут в тех же местах, где они сейчас. Я только появляюсь в одном из нескольких фиксированных мест. И опять же лут по-разному раскидан. Но продолжите закрыть. Ничего выбрать на этой карте я не могу. Так что я просто появляюсь. Появляюсь я в шлюзе. Я могу сразу же вернуться и свалить с этого корабля. И мне в принципе здесь ничего особо делать не надо. Я сюда зашел за каким-то лутом просто. Но лут это важно, потому что мне нужно топливо и еда, чтобы перемещаться дальше. Топливо и еда на кораблях бывают. В частности топливо всегда по-моему есть. Еда наверное тоже всегда есть. Я не настолько обращал внимание на то есть ли еда на каждом корабле. Но топливо точно на каждом месте. Потому что топливо всегда живет в сверхсветовом приводе. В этой комнате. И эта комната всегда есть на корабле. И там топливо оно именно канистрами. И оно заметно. В то время как еда иногда подбирается просто из из подбирания лута. Но ладно. Пофиг на карту. Давайте разбираться. Визуальный стиль опять же, как я уже чуть-чуть сказал, под комиксы сделан. И сделан он достаточно качественно. Оружие прикольно смотрится. Оно вроде бы спрайтовое. Точнее не вроде бы, а точно спрайтовое. Враги спрайтовые. И собственно все. Окружение не спрайтовое. Окружение трехмерное, но с аушейдингом и опять же с таким стильным визуалом под комиксы. И даже вот эти вот подсказки при наведении на разные кнопки и все такое. Они тоже под комиксы сделаны. И даже когда я бегу, у меня появляется вот этот визуальный эффект, который меня дико раздражает. Но он тоже сделан под комиксы. И в этом плане все достаточно стильно. Визуал у игры очень классный. Ну и собственно поехали. А цех жужжалок это какие-то местные дроны, с которыми я мало что могу сделать, но зато я могу увидеть, что там ходит, точнее левитирует клерк. И это первый враг на этом корабле. И также здесь камера, которую я убью. Потому что камера это нехорошо. Ну и помимо клерка здесь еще турель. И вообще все достаточно плохо. Но у меня есть граната. А, которая кидается так. Я не пользовался до этого гранатами, но ладно. Это кого-то убило. Так что я почему-то думал, что как в большинстве игр эти гранаты можно немножко держать в руке и греть таким образом. Но нет. Ладно. В общем, поскольку игра процедурно генерирует своих врагов и все такое получается немножко внезапный рандомный экшен, который иногда случается, как только вы заходите на корабль. Потому что там враги приходят сюда, тут враги, тут турель, тут вот это вот пятно, из которого спавнятся еще враги. А там провод, который дамажит, если по нему пройти. И все такое. И игра не дает мне особенно поговорить про ее визуальный стиль и про какие-то еще ее элементы. Увы. Но да. Визуальный стиль классный. Какие-то еще элементы, которые чуть-чуть... Чуть-чуть важны. Это тайм-лимит, который наверху тикает. У меня ограниченный кисворот. В данный момент у меня его на 6 минут 40 секунд. И если он кончится, я немножко умираю. На большинстве кораблей можно пополнить кисворот. Но ограниченное количество раз до ограниченного какого-то лимита. И, в общем, тайм-лимит у вас в любом случае есть на каждом... На каждой вылазке. Но в данном случае на этом корабле даже нельзя пополнить кисворот. Но это маленький корабль. А в принципе, этот тайм-лимит... Он как бы есть. И он заставляет не задерживаться и не проходить все очень сейфово. Но его хватает без особых проблем на все, что вам может потребоваться. Если не объяснять по полдня механики игры. Но, в первую очередь, я бы хотел добраться... О, собрана торпеда. Я бы хотел добраться до мостика. Потому что мостик это всегда самая важная часть каждого корабля. Потому что на мостике есть вот такой терминал, который показывает мне на карте, где есть лут. И это важно. Он показывает мне на карте, где есть лут во всяких сундуках, шкафчиках, ящиках и всем таком. Но он не показывает мне лут, который просто так лежит, типа вот этого вот. Лента. А, инфо x2. Но, да. Лут это важно. За лутом я на эти корабли прихожу. Вот там вот топливо. И, кроме этого, я не знаю, что где. Но я знаю, что там есть обычные. Видел о ней, чуть поговорю, когда я буду возвращаться. Но пока что давайте еще один отсек жужжалок. Пройдем и посмотрим, что там происходит. Окей. А шутерная часть, это, наверное, то, о чем стоит чуть-чуть поговорить. И шутерная часть здесь, не сказать, чтобы особенно... Особенно технически интересная или там какая-то геймплейно крутая. Потому что шутерная часть здесь довольно базовая. Она скорее похожа на какой-нибудь Prey и другие immersive sim, где у вас условно... Условно есть шутерные механики. Но очень условно. То есть, я стреляю куда-то... Не надо мне камер. Куда-то примерно в свой прицел из этого пистолета. Наношу 13 урона, если попадаю в тело. Прощай, чувак. Наношу там в два раза больше урона, если попадаю в голову или еще какую-то уязвимую точку. Но... Никакой особо интересной механики стрельбы здесь нет. Никакой особо интересной отдачи здесь нет. Ничего такого. То есть, по большей части, это все-таки не шутер. Ну или, по крайней мере, интересная часть геймплея это не шутер. Ну и, опять же, тот факт, что на вылазку с собой я беру всего лишь один вид оружия. Тоже какого-то особого разнообразия геймплея. не приносит. Окей, тюрель это... Это не очень хорошо. Мне бы все-таки хотелось побыстрее закончить с этим кораблем, потому что космород все-таки тикает. Но... Стрельба и шутерная часть, может быть, не то, чтобы прямо супер хорошо сделаны, но при этом... Враги достаточно интересные и их достаточно... Ну... Их достаточно разновидностей пока что. То есть, я за пару часов игры встретил... Тюрель. Встретил, наверное, 7-8 видов врагов, если считать все эти тюрели и подобные вещи. Наверное, даже больше, десяток. Или около того. Не попал. Этим я тоже не попал. Это нехорошо. А, и... Некоторые из них это простые и достаточно базовые враги. То есть, вот эти вот уборщики... Этим я попал. Уборщики просто в меня стреляют. Клерки тоже просто в меня стреляют. Только они еще и летают, уворачиваются. И стреляют они там по три раза, а не по одному. Но есть, скажем, враги, которые взрываются, если к ним близко подойти. Или если по ним выстрелить. Есть враги, которые... Очень толстые, очень дамаговые, но медленные. И они работают как мини-боссы. И с ними лучше не связываться в плане... В плане боя. А лучше просто от них убегать или обходить, или еще что-нибудь делать. Потому что в бою... Их, конечно, можно убить. Но это минус большая часть боезапаса. И, скорее всего, большая часть ситпоинтов. Хотя я и на этом корабле уже большую часть ситпоинтов потратил. А при этом какого-то особого смысла в убийстве врагов нет. Потому что лут они иногда дропают. Но не часто. И даже если они его дропают, это не какой-то особенно ценный лут большую часть времени. И часто более хороший вариант это сделать вот так. И закрыться. Ну, по сути, я примерно все залутал, что здесь есть. Тут есть особые комнаты. Которые делают что-то помимо того, что в них просто лежит лут. На мостике была карта. В охранной комнате можно отключить систему охраны на время. В генераторной можно включить питание, если оно изначально выключено. Если оно изначально включено, как на этом корабле, то я ничего тут сделать не могу. А в жилом секторе можно удалить загрязнение. Потому что тут можно поймать на себя радиацию, масло или... В общем, тут есть несколько статусных эффектов, которые можно на себя поймать. И они там убираются. Хотя они со временем и сами убираются. Ну, и в комнате жужжалок этих я могу запускать врагов в космос. Что изредка полезно. Но, в целом, корабль можно считать зачищенным, кроме двух кусочков лута. Которые красным помечены. Это закрытые сундуки. И чтобы их открыть, нужно потратить деньги. Стимулы это местные валюты. И у меня их 42. И на то, чтобы открыть этот сундук, мне нужно потратить 50. Так что рип этот сундук. Но также... Также там где-то был дрон, который тоже был красным. И, может быть, на него нужно меньше. Сейчас посмотрим. А, не успел. Не успел отправить уборщика в космос. На дрон нужно 25 стимулов. Окей. Это его через какое-то время открывает. И в таких контейнерах обычно есть что-то более... Более ценное, чем просто лут. В данном случае, жужжалка. Это деталь. И это деталь, которая нужна на то, чтобы что-то скрафтить. Ну и, помимо этого, что тут еще есть в плане... В плане геймплея. И что я тут уже чуть-чуть показывал. Двери можно забирать. Двери можно отпирать. Но, наверное, пока что с показом геймплея стоит подождать. Потому что у меня кислород кончается. Так что мне стоит свалить отсюда. Свалить отсюда я могу в любой момент. Но сейчас хороший момент. Потому что все, что я могу сделать на этом корабле, я уже сделал. И я получаю какую-то добычу. Это все, что я на нем насобирал. Три единицы топлива. Две единицы еды. Одна торпеда. Которую я впервые получаю. Так что я не особенно в курсе, что она делает. Ноль варп-ключей, которые я вообще не получал. Так что я совсем не в курсе, что они делают. И также какой-то лут здесь. То, что слева, это... Всякие расходники и важные вещи. То, что справа, это ресурсы, которые сейчас... Переработаются в материалы. Ну, нажму убрать. Получаю все вот это. Вот у меня теперь топливо на шесть прыжков. Еда на четыре дня. И все такое. И если я нажму переработать, то это 10 электронных деталей. Это там еще 15. Это еще сколько-то биодеталей. Пальцы по единичке биодеталей. И все такое. Это сюда пошло. Материалы. И после всего этого я получаю доступ к верстаку. В котором прогрессия. Ясно. Когда я начинаю игру в первый раз, у меня открыт только пистолет. И он не апгрейджен. И он... Единственное, что у меня изначально есть. Все остальное нужно анлочить. Анлочится оно деталями. Детали я либо нахожу уже готовыми. Как я нашел вот эту вот жужжалку. Либо... Я их могу собирать из материалов, которые я тут собираю. И на каждый предмет нужно там одна-две детали. Материалы ни на что, кроме крафта деталей, по сути не нужны. Так что, скажем, чтобы улучшить мой пистолет до следующего уровня, мне нужна клизма и хлоп конфета. Я не уверен, как это работает, но это ускоряет стрельбу на 50%. Но при этом клизмы у меня нет. Но при этом я, может быть, могу ее скрафтить. Или, может быть, нет. Потому что она здесь где-то должна быть, наверное. Но, во-первых, я слепой. Во-вторых, мне, да, явно не хватает каких-то материалов. Для нее нужна пластика 80. Пластика? Возможно. А у меня его всего лишь 26. То есть это немножко сложно. Также я могу переработать детали, которые у меня уже есть. И разобрать их, скажем же, жалко. Бесполезно в данный момент. Потому что все, на что она используется, я уже собрал. И она дает 10 электроники. Неплохо. Но я пока что вернусь к верстаку. Большая часть того, что сверху здесь происходит, это оружие, инструменты и все такое, что я беру с собой. Выбираю там один предмет из этих пяти, один предмет из этих пяти. И один предмет из этих пяти. Но то, чтобы заспавниться. И справа от них их апгрейды. Которые в основном дают больше... Больше боеприпасов к ним. И у них еще есть уровни апгрейдов. То есть, скажем, у меня был изначально просто пистолет, решатель. А потом я его проапгрейдил до тяжелого. Найдя какой-то предмет, какую-то деталь. И это увеличило урон с 10 до 13. Следующий апгрейд это, опять же, плюс 50% скорострельности. И после этого, может быть, будет следующий апгрейд. Я пока что не знаю. То же самое шотган деродел. Изначально он стрелял по 6 скрепок. Теперь он стреляет по 8 скрепок. То есть, больше дроби. Следующее улучшение уменьшает разброс и повышает урон. Но, опять же, материалов у меня на это особо нет. Справа от этих всех пушек модификаторы, которые дают больше патронов для них. В живых отсеках можно найти пули. В завах XN можно найти скрепки. И все там подобное. Это боеприпасы. И вот эта вот вся приличная часть этого тех-3. Это именно что пушки, инструменты и все такое. Самая правая вот эта вот вертикальная линия и две нижних вертикальных... А, две нижних горизонтальных линии. Нижних вертикальных, это немножко странно. Это пассивные апгрейды. Здесь кроссовки уменьшают время скольжения на 50%. Если я наступлю в масло, то я после этого скольжу. И это нехорошо. С этим я скольжу... Ну, оно проходит быстрее. Локатор. Я могу выбрать какую-то вещь, которую я хочу скрафтить. Допустим, вот эта. И теперь на карте мне будет показано не только, где мой сюжетный предмет, но и где, собственно, мой предмет для этого крафта нужный. Это чуть-чуть полезно. Кроме этого, там сборщик топлива, 25% прыжков не тратит топлива. Северодный баллон, это больше запаски сверода старта. В общем, тут... Тут разные апгрейды. Плюс макс хп. Следующий улучшение еще плюс макс хп. Для него мне нужен поднос, который я могу скрафтить. Может быть, стоит, или может быть... Стоит посмотреть, вдруг он есть, говорит, совсем поблизости. Но у меня совсем поблизости нету. Хотя поднос это не такой уж редкий предмет. Почему бы и нет? Шлак и электроники для подноса, не уверен. Но у меня этого и другого хватает. А-а-а-а... Не, не сюда назад. Верстак. Бронежилет. Плюс 250 хитпоинтов. Неплохо. Следующий обгрейд плюс 350 хитпоинтов. Мне нужна жизнь танка и поднос. Еще один. Ну, в общем, это все. Это все хорошо, и это все. Апгрейды. Пассивные. В том числе, скажем, вот это вот со старта. Когда я начинаю уран, у меня больше боеприпасов. Это вот то, что я получаю 3 единицы топлива и еды со старта. Изначально было единичка. Тут можно один раз не умереть, видимо. Плюс 50% исполнения здоровья в день. В общем, тут просто пассивные апгрейды. И это тоже достаточно интересно. Ну, ладно. Искатель шипов и искатель взрывчатки. Мне не очень нужны. Так что поехали дальше. Поехали дальше смотреть, что тут происходит. Поехали на какой-нибудь другой корабль. Допустим, вот сюда. Тут немножко другой набор врагов. Духи, туристы и клерки. Опять же. Вселенная наркоманская. Враги наркоманские. Всякие описания всего и все такое, где они есть, тоже наркоманские. Хотя их мало. То есть там никакого описания этих врагов нет. Есть только то, как они выглядят, как они называются и что они там говорят, если они что-то говорят. Но, да. В данном случае, что есть на этом карцере лазарете? Терапия дает новые черты. У меня есть черты. Это еще один элемент. Когда мне выдают нового персонажа, у него есть какие-то положительные перки. Скажем так, есть какие-то отрицательные иногда. Иногда нет того или другого. В данном случае, летчик Ас может летать среди ядерных мин. Тут иногда на карте появляются мины. В данном случае их здесь нет. Но это точки, на которые я прилетаю и просто получаю там урон. С этим перком я игнорю их. То есть я на них прилетаю и не получаю там урон. Но в данном случае терапия дает новые черты. Также на этом корабле есть пули и шок-заряды. Шлак из ресурсов. Также там есть деталь-подкладка, которая уже ни для чего не нужна. Все, на что она требуется, я уже сделал. Опять же, враги идущие, туристы и кляшки. Сложный экипаж. У граждан есть стимулы. Стимулы это валюта. Валюта это важно. То есть там я могу зарабатывать деньги. Поехали. От того, что я туда полечу, я потрачу единицу топлива, единицу еды и похилюсь на 47. 500 из 750 это нормальное хп. У меня только что был максимум в 550. Так что это вполне неплохо. Я пока что не буду тратить дополнительную еду. Потому что иногда на некоторых кораблях можно похилиться. На таких. И я вполне могу туда потом прилететь. Но пока что давайте войдем. И я возьму на этот раз, допустим, Деродел шотган. И я возьму живодеры, мины. Их 48. Как-то дофига я их получил. И, допустим, котороботов. Потому что весело. Поехали. Это другой корабль. Он немножко больше. Но, опять же, карты фиксированные. Процедурной генерации карт нет. Могут быть только какие-то закрытые двери. Или другое расположение врагов. Или еще что-то подобное. Но каждый раз, когда это карцер лазарет. Он всегда будет таким. Я могу разве что появиться в паре разных мест. Ну ладно. Пушка другая. Пушка большая. И все, кроме пистолета, достаточно массивно. И загораживает приличную часть экрана. Это мне чуть-чуть не нравится в плане визуального стиля. Ну и в первую очередь я хочу на мостик. Потому что мостик покажет мне лут. На мини-карте лут показаны так. То есть, в принципе, мостик это просто для небольшого удобства. Потому что можно и так пробежать по всему кораблю. И найти весь лут. 20 пуль. 8 шок-зарядов. 20 пуль. Неплохо. Я, пожалуй, запру эту дверь. Потому что мне не нравится, что там происходит. Ну ладно. Ага, дух. А, дух интересный враг. Я зря не взял шокер. Потому что здесь есть духи. А он телепортится. И когда он исчезает, он получает сильно меньше урона. Когда он такой полупрозрачный. И он это делает примерно как только он спавнится и сделает свой выстрел. А шокер их очень хорошо контрит. Потому что шокер восстанет на какое-то время и убирает прозрачность. Но шотган их, в принципе, тоже как-то контрит. А туристы тоже интересные враги. Они делают так. Если к ним подойти. Я не знаю, почему они туристы. Но это весело. И они взрывают друг друга. И иногда бывают наркоманские моменты. Скажем, у меня был корабль, на который я высаживался. На котором была... Камера. В общем, там на корабле... Нехорошо. Хотя он сквозь стену меня не сдамажил вроде бы. Там на корабле было очень много туристов, как враги. И это единственное, что там было в плане врагов. И также там был электрический дамажащий пол. И я зашел на корабль, услышал кучу взрывов. Потом ходил и собирал лут. Потому что врагов живых там не осталось через пару секунд. Так что, да. Это все достаточно весело. Есть ли здесь еще что-нибудь? Там какой-то лут есть. Это довольно неплохо. Шок заряда. Ладно. Побежали на мостик. А в плане визуального стиля... Ага, это закрытая дверь. Ее можно открыть. Это просто тратить какое-то время. Это то же самое, как я забираю двери. Иногда бывают двери, которые просто навсегда закрыты. И с ними ничего нельзя сделать. Они типа сломанные. О, музыка перестала. Так что, видимо... Видимо, призрак... Был где-то здесь, когда оно все взорвалось. Ну ладно. Это спаунилка врагов. Так что я бы хотел закрыть за собой. Двери на мостик. Там кто-то взрывается. Тут кто-то взрывается. Туристы очень радуют тем, что на них не нужно тратить патроны. К ним достаточно просто подойти. Да, вот там вот электризованный пол. И там были туристы. Очень недолго. Хотя, на удивление, дольше, чем... В общем, достаточно долго, что я сюда успел подойти. Эта дверь закрывается за деньги. Интересно. Такого я пока что не встречал. В общем, некоторые вещи за деньги делаются. А в том числе можно, наверное, вот этого вот бота... Не, нельзя этого бота. Это нужен... Нужна пассивка, чтобы бота на свою сторону переманивать. Ну, мне стоит заглянуть сюда. Потому что здесь есть... Чувак, взрывайся. Потому что здесь есть генная терапия, которая позволит мне что-то сделать со своими перками. Я могу заменить летчика аса на неваляшку. Не сбивает с ног, не поскальзывается на разлитой смазке. Окей. Я могу быстрое открывание дверей. Или отображение еды на карте взять. Если бы у меня был негативный стат, то я мог бы его убрать здесь, как один из вариантов. А, быстрое открывание дверей, это вполне неплохо. Я могу выбрать один вариант из трех. А, ну, вот, кстати, смазка. Когда я по ней пройду, то после этого я скольжу. И это иногда очень неудобно, потому что... Это иногда удобно, потому что я могу развить большую скорость, чем в обычном режиме. Но это иногда неудобно, потому что разгоняюсь медленнее. А, и вот что мне чуть-чуть не нравится, это то, что эта смазка не всегда... Не всегда достаточно хорошо выделяется в том плане, что где-то здесь до этого было пятно. Да, вот скажем, вот такое вот пятно. Оно визуально похоже. То есть это просто черное пятно, а то такое черное фиолетовое переливающееся пятно. Если не присматриваться, то не всегда понятно, где что. Но это мелкая придирка к визуальному стилю. И во всем остальном визуальный стиль вполне шикарный. Во всех, в принципе, смыслах. Единственное, что вот, да. Пятна масла немножко... Как бы... Проблема не в самих пятнах масла, а в том, что иногда есть просто какие-то черные пятна, которые не масло, но тоже черные пятна. И это немножко раздражает. И второй элемент, который меня немножко бесит в визуальном стиле, это то, что когда я бегу, вот эти вот полосы снизу, оно, конечно, под комиксы. В этом плане оно хорошо, но раздражает. Я и так знаю, что я бегу. Мне не нужно об этом напоминать. Еще и настолько... Настолько выделяющимся визуальным эффектом. Ну да ладно. Тут можно выпить чай. Что даст минус 30 секунд увеличению урона и ускорения. И также минус глаза, потому что все шатается. Но, наверное, все равно неплохо. Тут можно избавиться от смазки, радиации и тошноты. Тут можно насобирать всякие вещи. Глаз и еда. Почему это не одно и то же? Ну да ладно. Хочай. Чай немножко проходит. К счастью. Осталось две минуты. Так что мне стоит заглянуть сюда, потому что тут есть воздух. Я могу его пополнить. Тут также есть дух. В игре есть... Основы стеуса или что-то типа того. То есть если враги в меня в мою сторону не смотрят и я не издаю звуков, то... Я вполне могу к ним подкрасться и там пройти мимо. Или подойти близко и зарядить из шотгана. Но стеус игрой это назвать сложно. В целом. Потому что иногда бывают ситуации, когда можно просто стаусовать. Большую часть времени таких ситуаций не бывает. Но да. Здесь я могу пополнить кислород. Я могу пополнить один свой полный запас максимум за квест. То есть у меня 9 минут 23 секунды. Это мой полный запас кислорода. Я могу столько. Еще столько же здесь получить. Но на самом деле я могу еще потратить деньги и... Увеличить свой запас кислорода на эту миссию. И также увеличить то, что здесь доступно. Но наверное мне это не понадобится. Потому что в текущей кислорода мне явно хватит, чтобы обыскать весь корабль, если я не буду особенно надолго задерживаться. Я все еще не понимаю, почему турист это какой-то слайм в шляпе. Ну ладно, неважно. А иногда есть какие-то проходы, которые не отмечены на карте? Сколько здесь лута? Провод и куча лута. Класс. В общем, как бы карта она у меня есть, но бывают всякие вентиляции и подобные вещи. По-моему они тоже фиксированы. Или может быть их варианты фиксированы. То есть типа там на этом корабле может тут быть вентиляция, или может тут не быть вентиляция, но она может быть только в каком-то конкретном месте. Или может быть они вообще фиксированы. Я на 100% не уверен. Окей. Дух мертв. Турист мертв. Немножко топлива. Не мертво. Немножко стимулов. Деньги это всегда хорошо. Хорошо. Окей, еще один интересный элемент это вот эти вот звуковые эффекты комиксовые, которые текстом написаны. Они мне говорят, что кто-то есть за этой дверью, по сути. То есть если на входе в помещение написан какой-то звуковой эффект, значит там кто-то там типа шаги какие-нибудь или еще что-нибудь такое. В данном случае это был слайм этот. Но при этом они рисуются именно на входе в помещение. То есть я не могу определить там справа этот враг или слева, я просто знаю, что он в этой комнате есть. И это тоже слегка интересное решение. А, слегка полезное. Проблема в том, что турели звуков не издают. И турели это одна из самых опасных вещей здесь. Ну ладно. А тут можно переработать какой-то мусор. И получить какие-то деньги. Громко получить какие-то деньги. Тут можно получить еще какой-то мусор. Ну и я пришел к старту, по сути. Эту дверь я в самом начале закрывал. Теперь можно ее открыть. Единственное, что я вот там вот пропустил какой-то лут каким-то образом. Так что стоит туда вернуться. 21 пуля. Это вполне хороший лут. Оно того стоило. Ну и этот корабль зачищен. Подкладка, которая мне ни для чего не нужна. Две единицы топлива, пять единиц еды. Куча всякого трэша. Это вот все немножко долго. Потому что эту анимацию переработки лута на материал ее пропустить нельзя. И она какое-то приличное время занимает. Но. Не знаю. Это все равно как-то чуть-чуть мелочь. Так. Могу я что-то еще интересное получить? Могу скрафтить разломщик сферой варпа. Я понятия не имею, что она делает. Но почему нет? Это новая. Новая особая пушка. Ну точнее я понимаю, что она. Что она делает. Забирает цель из этого мира и переносит ее куда нужно. Понятия не имею, что это в геймплейном плане. Ну ладно. На карте помимо кораблей есть еще вот такие вот вещи, которые не являются кораблями. Электромагнитная бомба что-то делает. Уничтожает всех пиратов. Уничтожает шлюпки с припасами. Уничтожает мусорщиков. Интересно. А тут просто электроника всякая. Там просто топливо. То есть когда я туда прилечу, я получу то, что там написано. Но там нет корабля, на который можно высадиться. То есть там я не могу получить топливо и еду. Ну. Там я могу получить топливо. И также по карте перемещаются всякие разные вещи. Генопут дает случайную черту. Если он ко мне прилетит или я к нему прилечу. Сработает ли это вот так, если я к нему прилечу? Да. Или нет? Да. Ну это не очень хорошо. Потому что я потерял взлом, который я только что получил. Получил вместо этого дезертир. Двери закрываются сами по себе. Ну не знаю. Ну и теперь... Да, там еда. Тут грузовик с гаечным ключом. И тут грузовик с гаечным ключом. Но мне нужно туда прилететь. Двери не запираются. Запираются или не запираются? Интересно, как это будет работать. Но тут не такие уж неприятные враги. Чтобы не запирающиеся двери были проблемы. И также это снова карцер-лазарет. Так что я не уверен, что я туда хочу. Но с другой стороны я туда хочу, потому что... Я не уверен, что я туда хочу в плане этого видео. Потому что... Я только что был на таком же. Но я туда хочу, потому что я хочу, наверное, убрать этого дезертира. Или взять что-то более полезное. Примерно тот же набор врагов. Набор врагов не привязан к кораблю. Это просто везет так. Откину мину. Мина не взрывается от турелей. Если бы там других врагов нет. Но мина взрывается от выстрела по ней. Блин, как-то не очень приятный спаун. Куча врагов со всех сторон. Всего лишь хотел быстренько забежать и насобирать всякие лут. И открыть двери. Видимо, они вот так вот закрывают сами по себе. И... В этом проблема. А не в том, что они запираются. Но это можно напрягать. Что ты заходишь в комнату и не можешь сразу же обратно выйти. Но, с другой стороны, это может помочь, если... По мне кто-то стреляет, и я от него убегаю. Ок. Там турель. Я ее чуть-чуть видел. Но недалеко. Ладно. А, я теперь могу заспавнить этого чувака обратно. А, вот это нехорошо. Я слишком поздно заметил камеру. Теперь где-то здесь есть бот, который на меня агрится. Ладно. И ладно, минус турель. С ботом разобраться мины помогут. У меня их дофига. Ага, вон он. Может быть, мины помогут. Это была половина его хп. Это также было почти все мое хп. Вон, вроде бы он кончился. 65 хп это очень нехорошо. Видимо, сейчас будет немножко смерть. Ну, ладно. Я, наверное, мог вот это вот ткнуть и выключить охрану. Наверное, это работает на бота. Нет. Рип. Ну. Да. Перма смерть. Есть. Небольшие заставки. И это мой набор предметов со старта. Мне не дали пули обычные пистолету. Интересно. И это тюремный корабль, так что заключенные. У них иногда интересные нарушения. написаны, типа там у кого-то было нелегальное хранение. Блин, как это называется здесь? В общем, ручек, по сути. Которыми писать. Или что-то такое. Они тут как-то по-другому называются? Метчик или что-то такое. Но там. Там было такое преступление. Ну и да. Юмор в игре прикольный. И стиль в игре прикольный. И то, что это вот искусственный интеллект, который мной командует, его озвучивает. Чувак, который озвучивал рассказчиков Стэнли Пэрабелл. Это тоже прикольно. Чувак классный. Но ладно. И, соответственно, я начинаю снова здесь. Я потерял все патроны, заряды и все такое. Еду и топливо, которое у меня было собрано. Стимулы вроде бы тоже. Но при этом мне выдали немножко еще еды и топлива, патронов и всего такого. И у меня заспоунилась заново карта. Что тут есть, интересно, в поблизости? Я бы сбегал еще на один корабль какой-нибудь. На танке я не был, кстати. Там, видимо, куча топлива. Потому что это танкер. Ну, погнали. У меня есть шокер. И он мне пригодится. И у меня есть пекарь. Это лазер. И у меня есть мины. Вообще, мой стандартный набор это мины плюс шокер, плюс какая-нибудь пушка. Потому что шокер очень эффективен против турелей, против духов. А против, по сути, большинства врагов. Потому что он их станет. И мины, в принципе, очень дамаговые. Ну и какая-нибудь пушка в зависимости от того, какой есть патроны. Ладно. Я здесь. Мостик прямо рядом. Это удобно. Ммм, нет. Ммм, был ли я? Не, я не был на танкере на таком. Я был на другом корабле, где были баки. Там был всего лишь один набор этих баков. Ну ладно. Мостик рядом. Это хорошо. Лазер этот пирсит врагов. Но какое-то время заряжается перед вестрелом. О'кей. Так, не успел. Чувак. Чувак. Появись достаточно надолго, чтобы я в тебя выстрелил. Изи. И он ничего хорошего не дропнул. А. Я пыталась переключить оружие и потом стрелять. А не три раза выстрелите шокер по нему. Ладно. Ну, в общем, да. Шутерная часть может быть и не очень. Не очень проработанная. Но игра не про шутерную часть. Игра про собирание лута. И все с этим связано. Ау. О, шокером добью. Хотя, с другой стороны, к лазерам у меня больше патронов, чем к шокеру. Визуальный стиль очень классный. В принципе, стиль очень классный. В том плане, что... Наркоманская вселенная и все весело. Бегать, собирать лут достаточно интересно. Стеус совсем базовый есть. Но он не особенно нужен. И он не особенно работает. Так что, в принципе... Это не настолько, может быть, и Мерсив Сим, как... Как хотелось бы. Но, с другой стороны... Роуглайт и Мерсив Сим, мы... Не уверен, что могут адекватно работать в каком-либо формате, кроме прейвского ДЛЦ. Но, в принципе, играть в это интересно. Я не уверен, насколько это интересно будет дальше. В том плане, что... Насколько оно затянуто и гриндово в... В середине... Слэш-конце игры. Когда я там уже увижу всех врагов, все корабли и все такое. И мне нужно будет просто кататься по одинаковым кораблям, собирать одинаковый лут. Чтобы крафтить апгрейды. Ну, четко. Это что-то, чего у меня вроде бы еще не было. Но пока что, после первых, там, трех-четырех часов. Все вполне весело и интересно. И хорошо. Насколько я знаю, игра в целом не особенно длинная. То есть, она как бы роуглайт, но чуть-чуть. И в этом смысле она, скорее, ближе к какому-нибудь роуглегаси. В том плане, что вы ее проходите, и она в какой-то момент кончается. Потому что вы там убиваете финального босса или что-то подобное. И кончается она... Достаточно быстро, насколько я знаю. Типа часов на... Десять, может быть, игра. Чтобы все пройти, все увидеть. Дойти до конца. И все такое. И после этого играть... Как бы смысл пропадает. То есть, роуглайты обычно выезжают на том, что в них играть можно бесконечно. Потому что каждый ран... Камера не надо. Потому что каждый ран уникален. Тут этого, в принципе, нет. Расположение врагов разное, но в остальном процедурная генерация практически ничего не делает. Расположение врагов и расположение кораблей разное. И, в принципе, с одними и теми же пушками раны будут одинаковыми. Примерно. Расположение врагов, конечно, все-таки разное. И... Возможность использовать эти пушки немножко разная. В том плане, что патроны к ним нужно где-то брать. И патроны к ним у вас есть не всегда. По крайней мере, патроны к тем пушкам, которые хочется использовать. Так что, реиграбельности здесь значительно меньше, чем в практически любом... В любом рок-лайте. Этот с вами сказал, что он не кот. Ну ладно. Кто-то, видимо... У кого-то, видимо, были вопросы. К тому, кот он или нет. Но, да. Реиграбельность не всегда является обязательным элементом игр. Хорошая игра без реиграбельности лучше, чем хреновая игра с реиграбельностью. Или что-то типа того. Но пока что мне все нравится. Да хрена топлива на этом танкере. Но, наверное, это логично. Я могу улучшить шокер. Удваивать уроны время оглушения. Да, шокер это то, чем я очень часто пользуюсь. Так что, вполне. Действует на 3-те с настоящей цели. Тоже интересно. Но. Это, в принципе, практически все, что я могу об этой игре сказать. Еще один момент. Во-первых, перевод достаточно хороший. Никаких особых нареканий нет. Кроме того, что некоторые вещи. Типа вот этих вот визуальных звуковых спецэффектов. Которые текстом написаны. Они не переведены. И всевозможные там постеры на уровнях. Все такое. Но это достаточно логично. Что оно, ну как бы... Достаточно ожидаемо. Потому что постеры, которые текстуры на уровнях не переведены. Иногда их переводят. В случае особо хороших локализаций. Но в большинстве случаев все-таки постеры остаются теми текстурами, которыми они изначально сделаны. Но в остальном, опять же, особых вопросов к переводу у меня нет. Что касается остальных настроек, почему-то, по какой-то безумной причине, тут изначально включено сглаживание мыши. И возможно это то, почему я видел, что люди жалуются на то, что оно управляется. Странно и неприятно и непонятно. Потому что как только я это все выключил, до того, как зашел в игру, никаких нареканий к управлению у меня тоже нет. Но я видел, что люди жалуются. Может быть поэтому. Но кроме этого в настройках все достаточно стандартное. Fullscreen, который не fullscreen на самом деле. Тут есть либо окно, либо borderless window. Качество, которое у меня почему-то не на максимуме. Поле зрения. Одно нарекание есть к полю зрения. Во-первых, можно поднять до 140, что немножко странно. Но во-вторых, начиная с 90 где-то или даже... Ну, начиная с 90. 90 это максимальный full, который терпимый. Потому что выше там немножко безумный эффект рыбьего глаза появляется. Давайте просто ради интереса. 140. Ну и да, вертикальная синхронизация, пропуск кадров это... Какой-то элемент вертикальной синхронизации, но она не нужна. Так что... Так что нет. Но в целом... Кони настроек все достаточно обычно. Но по какой-то причине, опять же... Изначально... Сглаживание мыши включено. Что обычно ни к чему хорошему не приводит. Ну-ка, фов 140. Я сказал, ну-ка, фов 140, да. Я не знаю, зачем такая... Такая настройка есть в игре. Потому что это как-то немножко неиграбельно. Но оно, в принципе, уже на 95 заметно, что... Так, принять. Сохранить. Заметен этот рыбий глаз слегка по краям экрана. При том, что в других играх у меня нет никаких проблем с тем, что там, не знаю, 105 выставить или 110. А, фов. Но 90 это терпимо. Так что просто... Он как-то странно реализован. И минимальный фов при этом 30, что, опять же... Класс. В общем, тут... Тут скорее вопрос к тому, что разработчики-наркоманы и фов тут залочен не между, там, 70 и 90. То есть, более-менее адекватными значениями, при которых игра нормально работает. А между 30 и... И 140. Что и то, и другое абсолютно неиграбельно. Ну, весело. Ну, ладно. Но в целом... В целом игра мне нравится. Она веселая, она прикольная. Не знаю, насколько быстро надоест, и не знаю, кончится ли она раньше, чем надоест, или наоборот. Это как повезет. Ну, и доступная игра в стиме. Стоит она там 515 рублей. Но это все, что я могу сказать про White Bastards. Так что... На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Не могу туда зайти. А не, я... Нет, не успел. Не могу туда зайти. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok